Всем привет! В этом видео хочу рассказать и одновременно ответить на часто задаваемый вопрос Какие масла и смазочные материалы я использую при техническом обслуживании экскаватор-погрузчика Volvo BL71B А также покажу, какие хитрости и приемы я использую при проведении технического обслуживания Вообще-то, сегодня должно было выйти видео про установку кондиционера на Volvo BL71B Оно готово на 95% Но не хватило всего лишь двух фотографий для его завершения Поэтому постараюсь выложить его к следующим выходным Напомню, экскаватор-погрузчик 2014 года выпуска На данный момент наработка составляет 13 тысяч моточасов Экскаватор-погрузчик используется в тяжелых условиях, в аренде спецтехники Кто работает в аренде, поймут, почему в тяжелых условиях Итак, для двигателя я использую моторное масло Mobil Масло для дизельных двигателей Delvac Extra С вязкостью 10В на 40 В целом масло хорошее, если производить замену вовремя То есть каждые 500 моточасов Объясню почему После 500 моточасов данное масло становится более жидким И начинает подтекать через подношенные сальники В частности, у меня это проявляется на заднем сальнике коленвала И именно если не заменить вовремя В остальном же масло отличное От замены до замены расходуется около полулитра Не горит, обладает хорошими моющими свойствами Допуски соответствуют нашим двигателям Очень распространенное масло В продаже имеется практически везде Пробовал заливать оригинальное моторное масло Volvo Ничем особо оно не отличается А вот цена и проблематичность его приобретения не радует Что касается масляного фильтра двигателя Я использую фильтры Donaldson Опять же потому, что их проще найти в продаже Один поставщик посоветовал установить масляный фильтр MAN Типа какая разница А вот какая разница Как вы можете видеть Количество отверстий для прохождения масла Заметно отличается А значит на определенных оборотах И условиях возможно масляного голодания двигателя А оно нам надо? Не надо Поэтому я не поставил такой фильтр А снова установил фильтр Donaldson Ведь это проверенный фильтр Которому нет нареканий Идем далее Фильтр грубой очистки топлива Я использую фильтр фирмы Fit С отстойником Использую уже давно Со своей задачей справляется Отстойник заводской Просто переставляю каждый раз на новый фильтр Знаю, что с отстойниками у многих имеются проблемы Трещины и так далее Объясню откуда берутся такие проблемы Во-первых При установке стаканчика Нужно каждый раз менять уплотнительное кольцо Даже если старое в хорошем состоянии Резина сохнет от повышенных температур И никуда от этого не деться Во-вторых, при установке обязательно нужно Мазнуть кольцо маслом Тогда отстойник легко закрутится В-третьих, при откручивании отстойника Особенно когда он приклеивается к фильтру Многие начинают по нему стучать И так далее В результате чего попросту ломают его Лично я откручиваю стаканчик так Беру зубчатый ремень Не помню от чего он Но его прорези между зубцами Отлично подходят для ребер стаканчиком Зажимаю фильтр в тиски Обхватываю стаканчик ремнем И отворачиваю стаканчик Метод рабочий Пользуйтесь на здоровье Фильтр тонкой очистки Я использую иногда такой Когда Дональдсона не бывает Нареканий к данным фильтрам Никогда не было в моей практике Воздушные фильтры Ставлю только Дональдсом Так как они устанавливаются плотнее Бумага на вид качественнее Некоторых аналогов Гидравлическое масло Заливаю только оригинальное Вольво Хидроулик Супер 32 Хотя с оригинальными маслами Постоянно проблема одна Сложность в приобретении Это нужно заказать у официала Дождаться доставки Но это стоит того Однажды я пробовал заливать Гидравлическое масло Другого производителя Также 32 Но вот гидросистема экскаватора-погрузчика На нем работала совершенно по-другому Чувствовались какие-то рывки И знаменитая вольвовская плавность В работе гидравлики отсутствовала Поэтому больше не экспериментирую И заливаю оригинальное Гидравлические фильтра Ставлю в основном Дональдсом Хотя раньше пробовал ставить другие На каком-то фильтре даже разорвало корпус Трансмиссионное масло заливают только оригинальное И только ВБ-101 Хотя поставщики часто предлагают ВБ-102 Типа это более современное масло Лично я однажды пробовал заливать ВБ-102 И у меня сразу же потекли сальники передних бортовых Кстати на другой белке Была точно такая же проблема После использования ВБ-102 Дано и понятно Видно невооруженным взглядом Что оно более жидкое Поэтому теперь только ВБ-101 Во всю трансмиссию Фильтр КПП устанавливаю оригинальный Карера Потому что не встречал аналога подобного качества А рисковать устанавливая всякие сомнительные фильтры Не хочется Идем дальше Антифриз заливаю оригинальный Вольво Это концентрат Бодяжу 1 к 1 с дистиллированной водой Меняю антифриз каждые 6000 мот часов Как написано в букваре Слитый антифриз абсолютно чистый На данном экскадре погрузчики Я его меняю второй раз Вообще сливается он просто На радиаторе снизу справа имеется сливной кран Устанавливаешь шланг на штуцер крана Откручиваешь пробку расширительного бачка И открываешь сливной кран Да Но не в этот раз При замене антифриза на 12000 мот часов Штуцер крана отгнил А без шланга весь антифриз окажется на полу А нам это не нужно Я немного подумав Нашел выход из ситуации Нашел старую воздушную трубку По моему от шахмана И намотав на нее целлофан Воткнул в отверстие крана Конечно антифриз сливался немного дольше Но оказался в канистре А не на полу Салонные фильтры устанавливают также фирмы Дональдсон Так как других у нас в продаже просто нет Меняю их каждые 1000 мот часов Хотя было бы неплохо менять почаще При нашей то работе Вот так выглядят фильтры Отработавшие 1000 мот часов И рядом новые Есть разница правда? Сапун на КПП не меняю Нечему там изнашиваться Прочищаю только Сапун заливной горловины гидравлики Меняю по степени загрязнения Если вам понравилось видео Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Пишите комментарии Делитесь ссылкой с друзьями И оставайтесь с нами Всем добра Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok